Я считаю, что ущерб, который нанесен Сердюковым российской армии, российскому государству, огромный, его реформы, большей частью оказались вредными. Он громил российский военно-промышленный комплекс и стал закупать зачем-то французские вертолетоносцы и итальянские бронемашины. Он разгромил социокультурную сферу вооруженных сил, без чего солдат не может по-настоящему иметь настоящий моральный дух, а побеждает все равно по многим духом и техникой. Сердюков на брене громил и дух, и технику. Одновременно вот этот его женский батальон смерти разгромил во многом аппарат вооруженных сил чудовищной коррупции. Я не понимаю, почему Васильева сидит в 13-й комнатной квартире, которую, очевидно, она купила на наворованные деньги, вместо того, чтобы сидеть в какой-то там тюрьме. Я очень надеюсь, что дело с Сердюковым не закончится пшиком, как, кажется, готово закончиться пшиком и горное дело с казино с этим в Подмосковье. Сейчас почти всех освободили. Послушайте, ну казино же были, эти казино давали огромные криминальные деньги, и эти казино подпольные разорили сотни, тысячи семей, отцы которых там, дети, несли свои кровные к этим бандитам из незаконных казино. Почему они не сидят, я не понимаю. Мы должны активизировать общественную кампанию в поддержку политики Владимира Путина по борьбе с коррупцией.